Всем привет! С вами Артур Михеев и сегодня мы продолжаем разговаривать о съемках нашего короткометражного фильма «Число номер 3». Первая часть, если кто не видел, вот здесь. Некоторые из вас в комментариях просили нас рассказать об организации съемочного процесса. И я подумал, что было бы неплохо эти две темы объединить. И сегодня мы так и сделаем. И поговорим об этом на примере нашего короткометражного фильма «Число номер 3». Правда, рассказывать буду не я, а тот человек, который этой самой организацией у нас и занимался. И делал это, кстати, очень и очень хорошо. Так что давайте-ка дадим ему, а точнее ей, слово. Поехали. Всем привет! Именно я тот человек, на плечи которого легла организация всего съемочного процесса нашего фильма. Важно понимать, что почти половина успеха любого проекта зависит от того, насколько хорошо он организован. В организацию съемок входит координация совершенно разных по своему характеру и степени занятости людей, сбор их в одно место и в одно время, расчет времени аренды съемочной площадки и оборудования, полный расчет и контроль сметы, да и вообще сбор всех деталей воедино. А во время съемок часто происходит хаос, особенно когда кое-кто разбрасывает оборудование, а потом тратит драгоценное время на его поисках. И это, поверьте, только верхушка айсберга. С чего начать? Для начала найдите среди своей команды человека, которому нравится все планировать, решать разнообразные задачи и проблемы, а их, поверьте, будет достаточно. И главное, человека, которому нравится взаимодействовать с другими людьми и который не побоится быть назойливым, потому что порой это просто необходимо. Нужно звонить в одну и ту же студию, напоминать об одном и том же реквизите. И, как вы понимаете, таким человеком в нашей группе была я. Итак, любая съемка начинается с планирования того, как она будет проходить. Во-первых, это поиск организатора. После того, как вы нашли этого волшебного человека, берете сценарий и разбираете его с режиссером, записывая, сколько вам нужно актеров, какие типажи, сколько вам нужны камер и сколько операторов на эти камеры, какое вообще оборудование необходимо, нужен ли гример, сколько смен займет съемка, обязательно рассчитайте образно. Прикиньте образную дату начала съемок. Это необходимо для того, чтобы вы знали, к какому моменту нужно всех подтягивать, какие локации вам нужны, какой реквизит вам необходим и, главное, сколько у вас есть средств. Мне было удобно записывать каждый пункт в свою таблицу Excel. Так гораздо нагляднее и удобнее. После того, как вы определились со всеми деталями, начинайте поиск команды. В нашем случае у нас уже была съемочная команда, поэтому мы искали только актеров. Для этого мы использовали группы ВКонтакте. Точное название не вспомни, но если набить в поисковике ВКонтакте запрос «Кастинг актера», то выйдет достаточное количество групп. Главное – это писать максимально правдивую информацию в объявлении. То есть, если вы, например, снимаете две ночные смены больше восьми часов, пишите об этом сразу. Проект некоммерческий? Пишите об этом сразу. Так вы сэкономите и свое время, не отвечая на лишние вопросы. Так и драгоценное время актеров, которым не придется задавать лишние вопросы вам. Вы можете подумать, кто же согласится сниматься несколько смен ночью, да еще и за бесплатно. Поверьте, согласятся. В объявлении прикрепите арты к вашему проекту, как, например, делали мы. Это покажет вас с профессиональной стороны, то есть, что вы подходите к проекту с полной серьезностью. Плюс прикрепите ссылку на свои самые лучшие работы, чтобы актеры убедились, что да, вы снимаете хорошо, и в этом для них есть определенная перспектива. Возможно, стоит также добавить к объявлению краткий синопсис вашего фильма. По возможности, встретитесь с понравившимися вам актерами, обсудите детали съемки и их персонажа, если это необходимо. На встречу принесите распечатанный сценарий с выделенными репликами героя, плюс краткую историю личности его персонажа. Так актеру будет намного проще ознакомиться со своей ролью. Обсудите образные даты съемок и обменяйтесь контактами. Узнайте, как же именно для этого человека предпочтительнее связываться. Кому-то, например, удобно общаться в Вайбере, кому-то в ВКонтакте, кому-то по телефону. Просто помните, что эти люди будут работать с вами за идеей, и ваша обязанность сделать так, чтобы им было максимально комфортно. Пока актеры присылают вам свои анкеты, начните поиск нужных помещений. Тут уж на что ваша фантазия гораздо. В Москве, например, очень много фото-видео-студий с разнообразными интерьерами, плюс просто много колоритных мест. Нашли нужную студию? Сразу узнаете, сколько она стоит, где находится, как работает и так далее. Занесите данные в таблицу, и вся информация будет у вас на руках. Потом вам не придется сто раз ее искать заново и заново узнавать цены. И так будет намного проще сопоставлять стоимость аренды с имеющимися у вас средствами. Начните искать реквизит. Много нужного реквизита можно найти у своих друзей или знакомых, чтобы сэкономить средства. Например, так мы нашли настоящую кубуру у моей подруги. Часть съемочного оборудования на съемку взяли отличные ребята из съемочной команды и так далее. Главное, не бойтесь поинтересоваться и спросить, есть ли у них нужное вам. Если же вы не ограничены в средствах, то здесь проблемы никакой. Все необходимое можно просто купить в магазине. Читка сценария И когда все вышеописанные шаги пройдены, самое время назначить дату читки сценария, на которой будет присутствовать максимальное количество актеров. Для некоторых это действительно важно и необходимо. Читка поможет вам определить, подходит ли нужный актер на определенный типаж. Плюс вы пообщаетесь в неформальной обстановке и познакомите актеров заранее. И, возможно, услышите полезные советы по вашему сценарию, как, например, было в нашем случае. Итак, что нужно для организации читки репетиции? Найдите подходящее тихое место. У нас это была комната в кроссфото, самая простая, в которой я заранее заказала стол и необходимое количество стульев, чтобы всем было удобно разместиться. Узнайте свободные даты в этой студии и начните писать актерам насчет даты и времени. Как собрать занятых людей в один день, в одном месте, да еще и не платя им за работу? На самой первой встрече с актерами узнаете у них степень загрузки по работе на грядущий месяц. Кто-то из актеров окажется практически свободным, а кто-то очень занятым. Зная эти детали, узнайте желательную дату у режиссера. Например, он может 10, 15, 16, 18 днем. Узнайте, свободно ли нужное помещение в это время. Например, студии свободны 10, 15, 17, то есть вы сразу отбрасываете одно ненужное число. Далее связывайтесь с самым занятым актером, у которого самый плотный график. Предложите ему эти три даты – 10, 15, 17. А кажется, что из них он может, например, только 10 и 15. Так ваш выбор упрощается. Далее вы связываетесь с актерами, у которых менее плотный график, и предлагаете им эти две оставшиеся даты. В конечном итоге остается только одна – самая удобная для всех. Все достаточно просто. Главное – записывайте все детали. Голова явно что-то забудет. По возможности создайте в своей съемочной группе комфортные условия. Даже в некоммерческом проекте это можно и нужно делать. Всего-навсего купите каждому актеру попить. Легкий перекус, например, маффины, нарезку, фрукты и тому подобное. Поверьте, вы потратите не больше 2000 рублей, зато вы будете большими молодцами, которые заботятся о своей съемочной группе, о людях, которые с вами работают. И обязательно принесите сценарий с отпечатанными и выделенными репликами, которые упростят поиск нужных вам диалогов. Ну а о том, как организовывать съемочный процесс непосредственно на площадке, я или Артур расскажем вам в следующем выпуске. А будет он или нет, зависит только от вас. Если вам была полезна сегодняшняя информация и вы хотите узнать больше, ставьте лайки, репостите и обязательно пишите комментарии. Именно из них мы узнаем ваше мнение. До встречи!